МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Наши новости» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. В Рубцовске начались восстановительные работы на главном канализационном коллекторе на проспекте Ленина. Напомним, на прошлой неделе в центре города произошло разрушение части коммуникации, что привело к подтоплению ряда многоквартирных домов и социальных учреждений. Чтобы приступить к ремонту, специалисты водоканала несколько дней ждали новую трубу, которую под заказ изготовили в Казани. На днях ее доставили в Рубцовск. В течение двух дней коммунальщики будут выполнять монтажные работы по установке нового оборудования. В целом, по заверению специалистов, на ремонтные работы должно уйти чуть больше недели. Мы также проводим работы локально, проводим прокачку тех колодцев, где происходит пополнение, мониторим все многоквартирные дома. И, как было ранее заявлено, у нас продолжает работать дополнительная насосная станция, которая перекачивает стоки в параллельный коллектор. Руководитель водоканала отметил, что на ремонт коллектора в прошлом году было потрачено порядка 40 миллионов рублей. Причиной ограничения движения на старом мосту Барнаула тоже называют ремонтные работы. Движение там сегодня перекрыли до 16 часов. Для водителей открыта только одна полоса, ведущая из Барнаула в сторону Новоалтайска. Автомобилистов, направляющихся в краевую столицу, просят выбирать пути объезда. Осенью мост уже частично перекрывали. Тогда дорожники выполнили локальный ремонт покрытия, заменили детали деформационных швов, наладили освещение. Но общественники говорят, что переправа через ОПИ по-прежнему остается небезопасной для водителей и пешеходов. По-прежнему продолжают представлять опасность для жителей региона наледи и сосульки. На крышах и козырьках многоквартирных домов. Управляющие компании далеко не всегда справляются со своими обязанностями, а потому бороться с сосульками предложили обычным горожанам. В госинспекции края объявили специальную акцию «Внимание сосульки». Суть ее в том, что жители края в течение всего весеннего периода могут сообщать об опасных наледях прямо в госинспекцию. Все заявки обещают рассмотреть в оперативном режиме. Только в Барнауле за февраль в службу жилищного надзора поступило более 30 жалоб на коммунальные службы. Среди недобросовестных управленцев числятся, к примеру, компания «Старый Барнаул» и УК «Крона». Напомним, если наледи и сосульки не убирают вовремя, то за такие нарушения управляющим компаниям грозит штраф от 40 тысяч рублей, управляющим организациям – от 250. Сообщать об опасных сосульках можно по телефону, которые вы сейчас видите на экране. Продолжим. В Барнауле из бизнесменов, журналистов и экономистов делают актеров театра. В самом разгаре пятый сезон проекта «Большая сцена». В апреле горожанам покажут свои спектакли «Четыре трупы». На репетиции одной из них побывали наши корреспонденты. Для участников пятого сезона проекта «Большая сцена» огонь, вода, земля и воздух – не просто стихия. Начинающие артисты из группы режиссера Николая Визигина учатся показывать свои эмоции через природные явления. Иногда для этого даже нужно угрожать коллегам. Все участники этой группы – дамы. Они представят вниманию зрителей последнюю любовь Дон Жуана. На сцене оживут героини первого акта из пьесы Эрика Эммануэля Шмидта. Роль герцогини близка она мне, ну, пожалуй, она по своему выходу мне близка, потому что она здесь хозяйка, героиня, чувствует себя здесь совершенно свободно, у нее, так сказать, все козыри, и она управляет людьми, которые находятся рядом с ней. Ирина Белоусова работает в бизнес-сфере. В проекте «Большая сцена» участвуют в третий раз. К актерской игре все дамы относятся серьезно. Говорят, что творческие тренинги помогают в повседневной жизни. Задача моя, конечно, состоит, я вижу, в том, что немножечко как-то их попытаться раскрепостить, чтобы они были свободны, потому что это, я понимаю, что это пригодится в жизни. Я сюда приехала, вот все, просто я в другую реальность выпала, и я уже не помню, что там было, как будто вообще дверь закрылась за какими-то неприятностями, вот этими житейскими. Заряд эмоциональный, конечно, очень мощный. Репетируют артисты дважды в неделю. Последнюю любовь Дон-Джуана барнаульский зритель увидит 18 апреля на сцене Дворца культуры города. Пьеса станет частью большой постановки. Дарья Демиллер, Николай Шилко, Наши новости. Масленица закончилась, а впечатления останутся надолго. В минувшие выходные, чтобы попасть на настоящие масленичные гуляния, многим даже из города выезжать не пришлось. В двух кварталах барнаула провода зимы прошли прямо во дворе. Традиционная масленичная забава, метание валенка. Так весело и шумно провожают зиму в квартале Лазурной жилищной инициативы. Трудно усидеть дома, когда во дворе музыка, подвижные игры и все соседи в сборе. А это уже квартал дружный. Килограммы блинов и других угощений, конкурсы от застройщика и зажигательные артисты. Под русские народные песни танцуют и взрослые, и дети. Особенно с детьми. В парке-то сильно там тесно, а здесь прямо хорошо, замечательно. Белины есть, покушать. Масленица рада, что закончилась зима и наконец пришла теплая весна. Надеюсь, что у всех хорошее настроение. Такой широкий праздник – лишь один из многих поводов, которым компания «Жилищная инициатива» круглогодично радует своих жильцов. А прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза «Банк Восточный». Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в «Банке Восточной» по ставке 9,9% до конца марта. На большей территории края плюсовая температура ясна. В Бийске плюс 4, в Рубцовске плюс 1, в Белокурихе до 8 тепла. В краевой столице ясно, ветер юго-западный слабый днем до плюс 5. Телефон редакции в Барнауле 722-440, а у меня на сегодня это все новости. До встречи.